Несмотря на визит официальной делегации, работа в цехе продолжается. Регистраторы расхода воды, переговорные устройства, системы освещения. Директор компании КБ-71 проводит для гостя небольшую экскурсию по предприятию. Мы светильник разработали сами, потому что здесь французские потолки, экофон. И нет производителей, кто делает светильник под этот новый стандарт, подъяснять потолков. Несмотря на то, что на малом предприятии работает всего 15 человек, завод выпускает почти 400 тысяч единиц продукции в год. Основное направление деятельности – разработка и производство различных электронных приборов. Мы большое внимание уделяем качеству, это наша основа. В основном мы специализируемся на B2B, это для бизнеса, продукция, промышленное назначение и оборудование для городского хозяйства. Все, что мы здесь делаем, только собственные разработки. Производство высокотехнологичное, все оборудование импортное, а некоторые особо точные станки требовательны даже к окружающему воздуху. Например, в этот цех просто так не войдешь. Вход устроен таким образом, что одновременно две двери, которые соединяет тамбур, не могут быть открыты. Тамбурная система нужна для того, чтобы была разница в воздухе, чтобы чистый воздух выдавливал условно грязные из цеха. Таким образом, с такой системой мы можем обеспечить чистоту нужного класса. Награждение благодарственными письмами главы муниципалитета проходит без отрыва от производства. Несмотря на то, что мероприятие в целом неформальное, перед началом церемонии глава произносит вступительную речь. Такое замечательное предприятие. Я много о нем слышал и даже докладывал, рассказывал Павлу Константиновичу, на правительстве Московской области о вашем предприятии, как образцовом предприятии с точки зрения импортозамещения. Пятеро человек получили в этот день благодарственное письмо главы муниципалитета. Следующее предприятие, которое посетил глава муниципалитета, группа компаний «Конструкция». У него несколько производств, самое крупное из которых в Ленинском районе. Здесь высокого гостя встретила генеральный директор Нина Павлова. По ее мнению, вести бизнес на территории Ленинского района несложно. Работать в Ленинском районе комфортно. Я почему говорю, что когда мы не знаем руководителей тех служб, которые сидели наверху, просто комфортно, потому что все делается, можно позвонить, можно прийти, есть вопрос задать, нужно обратиться куда-то, можно обратиться куда-то, и все решается. Все решается. Нет у нас таких моментов, когда не решаются вопросы. Сфера деятельности компании – металлообработка, строительство, изготовление фасадов и наружной рекламы. Наша компания работает в 1994 году, и большая часть наших сотрудников работает с метаоснования компанией. В нашей компании 84 человека, все они жители города Видное и горки Ленинские. Здесь награждение также проходило в фойе административного здания. Кроме вручения благодарственных писем, глава муниципалитета ответил на вопросы работников предприятия и поделился планами на будущее развитие, в том числе и промышленных зон района. Это самый правильный формат, потому что для человека очень важно, чтобы его коллектив увидел, что его оценило собственное руководство. Мы сейчас же видим, что люди могут отвлечься на 15-20 минут и сразу же приступить к работе. Это хороший формат, потому что они искренне радуются за своих коллег, за тех, кого отметили. В канун областного праздника День труда Олег Хромов планирует посетить еще несколько предприятий Ленинского района. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.